1941 год. На Дальнем Востоке гастролирует театр музыкальной комедии из Донбасса. Война и выехать назад на Украину театр не может. Командование решает объединить его с театром первой особой краснознаменной армии. По сути это в общем-то и стало той отправной точкой создания большого, интересного творческого коллектива, который возглавил один из ведущих режиссеров, педагогов, актеров, потрясающий мастер, соратник, друг Утесова. Многие годы они вместе трудились и работали. Александр Семенович Ларский. По сути это основатель наших лучших традиций театральных. Шла война, театру ставили задачу поднять боевой дух воинов и трудящихся Дальнего Востока. Чтобы успеть больше, из труппы создали несколько агитбригад. Под 10-15 выездов в день делались эти концерты. Не было репертуара. Сами сочиняли на ходу, согласно той ситуации, которая нужна была. Это всевозможные интермедиа, частушки. Это сцены со спектаклей, это песни. Выступали в любых условиях. Если не было транспорта, шли пешком. Реквизит носили на себе. Сами делали костюмы и декорации. Пьесы войны еще не было. Тогда режиссер Николай Резник и Александр Ларский создают свой спектакль «Иван Голубь». Антагонист, то есть предатель, который Кондратенко играл в спектакле, настолько это было убедительно. И в серединном порыве ненавидели этот фашизм и готовили, будет ощутить эту роль. Когда он играл этого предателя, все вооруженные люди с боевыми патронами сидят и, так сказать, вскакивали, передергивали затворы. Актер говорит, я уже боюсь выходить на сцену, потому что это все, что возможно. Так в начале выходил Ларский и говорил, товарищи, это искусство, это наш член партии, хороший актер, все заслуженный артист, но это наш актер. А он только играет роль, поэтому ваши эмоции придержите. Играли в военные годы и классику. Она давала разрядку и отдых людям. Сейчас пьеса Великой Отечественной сами уже классика. Военному театру не хватает современного драматургического материала. Вот на моей памяти только за последний период, по-моему, в 2008 году проводился подобный конкурс, как раз для того, чтобы найти новые яркие имена, я имею в виду драматургов, которые писали о теме Великой Отечественной войны, потому что это тема вечная. Работники театра замечают, и сегодня молодежь на спектаклях, посвященных Великой Отечественной войне, сидит затаив дыхание. Значит, задачу свою воспитательную военный театр выполняет.